Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Девчоночки, кто еще не подписался, обязательно подпишитесь, потому что впереди еще очень много чего интересного. Ну а сегодня мы с вами будем рисовать дизайн ногтей, который безумно простой в техническом плане, но сумасшедше красиво смотрится на руках клиента. Девочки, я в такой технике когда-то давно на руках уже дизайн рисовала, поэтому я знаю, о чем я говорю. Но, к сожалению, клиента у меня под рукой не было, поэтому сегодня я вам покажу этот дизайн на типсиках. Итак, что же особенного нужно сделать, чтобы получился такой дизайн? В первую очередь нам необходим гель-лак с пигментом. При этом пигмент может быть совершенно любой. У меня в данном случае один из гель-лаков Blue Sky, его номер я оставлю в описании. Ну а вы можете взять либо такой же гель-лак, либо какой-нибудь другой с пигментом, неважно. Вы можете смешать даже самостоятельно прозрачный финиш, допустим, и какой-либо пигмент. Получится, в принципе, то же самое. Единственное, в чем конкретно прелесть этого цвета, в том, что пигмент здесь хамелеон. И причем хамелеон очень качественный, очень интересный. Ну а у нас первый слой черного покрытия, который мы просушили. Дальше мы нанесли пигментный гель-лак бродирающим слоем, то есть очень-очень тоненько. И чистенькой кисточкой сделали в нем порезку. Периодически кисть мы вытираем. Все, дизайн готов. Собственно говоря, на этом все. Причем порезочку можно заложить, как я заложила. Либо какими-либо другими линиями в любую сторону, в которую вам только понравится. То есть здесь я сделаю два типсика, два образца. Один типсик мы заложили вот в этом направлении. Второй типсик я вам покажу, как можно заложить по-другому. Но тем не менее, можно порезать и квадратиками, и кружочками. И как угодно тоже будет интересно. Ну а мы перекрыли нашу фактуру топом. Высушили его, сняли липкий слой и начинаем украшать. Здесь я решила, что я хочу сымитировать брошку. Поэтому я делаю оправу для брошки. Беру белый гель-лак, рисую им вензелюшки в оправе. И засыпаю это все акриловой пудрой, для того, чтобы создать дополнительную фактуру. Зайки мои, обратите внимание на движение кисточки. Обратите внимание на нажим на кисть. Обратите внимание на то, что материала на кисти минимум, нет никаких капель. Поэтому линии получаются тоненькие. Именно вот в этих, во всех движениях, во всех нюансах заложена основа рисования тонких линий. Не нажимайте на кисть, не набирайте капельки, и у вас все-все получится. По-моему, постоянным зрителям моего канала скоро будет снится. Не набирай капли, не нажимай на кисть, введей кисть вертикальную. Да, девчонки? Вам еще кошмары вас не мучают? Кстати, вот самое интересное, почему-то удалился мой эфир, в котором мы рисовали тонкие линии. То есть эфир с вензелями обучающий остался, а тонкие линии куда-то удалился. Я вроде не удаляла, не знаю вообще, куда он делся. Но, девчоночки, клятвенно, вам обещаю, что как только у меня время появится, ну, после Нового года уже, естественно, я еще разочек выйду в эфир и еще разочек пройду с вами эту тему, чтобы на канале у меня этот урок был, чтобы вы у меня вопросы не задавали. То есть, чтобы вы всегда могли обратиться к этому уроку, вернуться, допустим, что-то отработать, доработать, и чтобы у вас все получилось. Ну, а мы закончили с нашей оправкой. Ничего сложного. Самые простые полувензелюшки, самые простые полудуги, которые их дополняют. Причем, девочки, внимательно следим за высотой материала еще раз, потому что мы будем делать присыпушки, а нам нужна толщина материала, в которой присыпанный материал у нас заполимеризуется. Поэтому здесь нам нужно линии делать, если даже и очень-очень тоненькие, то при этом довольно-таки высокенькие. Ну, а теперь украшаем нашу брошку камушками. Мы берем стразики, берем топ, то есть хорошенечко промазываем топом, в нем утапливаем стразы, и сверху проходимся по краюшкам страз, еще слоем топа, для того, чтобы у каждой стразинки получилась такая себе обводочка из геля, которая будет его держать. Вот и весь секрет в креплении страз. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну, а теперь повторяем все то же самое технически на втором типсике. Единственное, что теперь всю нашу порезочку мы сводим не на бочок ноготка, а вверх, для того, чтобы, опять же, у нашего дизайна появилась какая-то динамика, да, для того, чтобы дизайн двигался у нас по руке. Это тоже немаловажно, и я об этом уже не раз вам говорила. Субтитры делал DimaTorzok 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 Ну, и вот такая композиция у нас получилась. Девчоночки, я считаю, что на руках это будет выглядеть просто великолепно. Вот эту брошку, кстати, я придумала на этих типсиках, ни разу ее не делала, но очень хочу кому-нибудь сделать, повторить, потому что я считаю, что будет очень здорово. Ну, и, собственно говоря, я для себя решила последний дизайн рисовать именно вот в таком формате по 4 типсинки. Потом я эти типсинки аккуратненько обрежу и соберу себе в рамочку, именно вот таким вот способом, как они должны на пальчиках компоноваться. Ну, а как я эту рамочку сделаю, я ее вам обязательно покажу. Я думаю, для клиентов вот такой вот момент будет очень интересен, потому что клиентки обычно, даже когда рассматривают наши образцы, они не совсем понимают, как это будет выглядеть в композиции на руках. А вот в данном случае будет понятно, как это все будет двигаться на пальчиках, как это полностью на руке будет выглядеть, и, соответственно, продать эти дизайны клиентам станет намного проще. Ну, а на сегодня все. Я надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, поддерживайте меня комментариями. Ну, и мы с вами увидимся скоро. Всем до новых встреч. Пока-пока.